Микс Ньюс Здравствуйте, добрый день И это действительно день добрых дел на радио Болтком Потому что вторник, потому что традиционно в эфире программа Зелёная Лампа Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать И ведут её сегодня Ольга Авдевич Здравствуйте Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Сегодня Евгений Копи В гостях у нас очень красивый человек Модельер, дизайнер очень известный Катя Шихурина, Катя, Катя, здравствуйте Здравствуйте Мы очень рады, что вы пришли к нам И мы вместе с вами включаем сегодня зелёную лампу для девочки маленькой, 8-летней Селины Селины Скудра из Бауски У неё несколько тяжёлых диагнозов И главное, на что мы просим сейчас помощи вместе с её мамой Это на специальные артозы Потому что девочка очень хочет ходить, встать на ножки И без артозов, без специального лечения она не может этого сделать Стоимость артозов 2500 евро Благотворительный телефон наш обычный 9306384 евро 42 цента за звоночек Работает всю неделю до следующего вторника в помощь 8-летней Селине И напоминаем, что гость студии, модельер Катя Шихурина Автор, наверное, самого женственного бренда в латвийской моде Это самый нарядный и красивый бренд в самом простом и традиционном смысле слова Катя автор свадебных платьев и вечерних нарядов Будем говорить о женственности, о красоте, о семье, о любви, о доброте Скажите, Катя, вот буквально за последний месяц Вы участвовали в нескольких международных свадебных выставках Это Барселона, Милан, Лондон Расскажите, что нового в этом вот любовно-свадебном модном мире сейчас? Ну, мне кажется, такое основное направление и веяние То, что я почувствовала вот в этом году уже так очень серьезно Это то, что люди все больше и больше готовы вот к чему-то новому Отойти от стандартных свадебных платьев и прийти к чему-то более удобному Все-таки не хочу говорить приближенному к реальной жизни Но к чему-то такому более современному, что ли Катя, а как возникла у вас идея вообще именно свадебной модой заниматься? В каком году, в каком возрасте, на каком этапе? В 2011 году, мне кажется, что вот эта вот идея как-то начала материализовываться А в связи с тем, что в каждой коллекции мы как-то в конце показа делали одно свадебное платье Ну, как заключительный наряд И поняли в какой-то момент, что он очень привлекает внимание наших клиентов Решили попробовать расширить, то есть сделали мини- уже коллекцию из пяти платьев Ну и вот как-то это все А к тому моменту, когда вы решили заниматься свадебными платьями, вы были уже замужем? У вас уже был опыт свадьбы? Нет, личного опыта не было, но много подруг уже замуж выдало на тот момент А как вы выходили замуж? В каком платье? Выходила в платье своем Моя команда, правда, единственный момент запретила мне к нему, ну, из каких-то... Прикасаться? Да, 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 прикасаться Я только могла ходить вокруг и раздавать распоряжения Да, они сказали, что это плохая примета Ну, я была согласна с этим Да, ну, мое платье делали, конечно, в кратчайшие сроки, в последний момент Это серия «Сапожник без сапог», да? Ну, из серии, да, «Сапожник без сапог» Как-то не могла все решить, выбор-то большой И как-то все не могла решить, определиться, да Ну, все получилось хорошо, как задумано Ну, и оно какое было? Более современное? Или там были какие-то там перья, жемчуга, крыжева? Оно было легкое, очень удобное И поскольку мы вообще пропагандируем вот эту тему Что вы должны себя чувствовать максимально раскованно В ваш очень важный день в жизни И максимально получать от всего удовольствие Соответственно, на моем платье тоже было все сделано с учетом этих факторов Были у меня перья страусиные Как-то мне на тот момент это захотелось И вышивки были, да А где страусиные перья, вот, например, вы берете в Латвии? Откуда вы их заказываете? Ой, да, страусиные перья, это у меня такая отдельная история сложилась с ними Заказывала я их, в общем-то, до еще своего свадебного платья На страусиной ферме в Латвии Ну, и как бы этот процесс обычно проходил очень гладко и безболезненно Но тут неделю за три до своей свадьбы Полностью уверена, что это очень элементарная задача Я туда позвонила, говорю, мне нужны перья побольше для платья Они говорят, девушка, что вы? Так ведь не сезон Я говорю, в смысле не сезон? Не сезон, для чего? Они говорят, а страусы не сбрасывают перья Вот именно осенью, в этом сентябре, когда я к ней обратилась Ну, а у меня же план, мне нужны перья большие, такие настоящие страусины Ну, просила я, привезли меня Они говорят, ну, нащипаем что-то, что получится Вы уж не обижаетесь Ну, в итоге все сложилось, как вот прямо тютелька в тютельку мне хватило того материала Напоминаем, что наш телефон сегодня работает для восьмилетней девочки Селины Чтобы она смогла встать на ножки и получить очень специальный артуз Еще расскажем про нее чуть позже Телефон 93006384, евро 42 цента за звоночек А Катя Шахурина очень хочется спросить А вы когда-нибудь подсчитывали, сколько у вас всего свадеб Мы не только про свадебные будем говорить, конечно, но сейчас Сколько всего свадебных платьев из ваших рук вышло? Ой, сейчас Разлетелось Ну, кстати, такой интересный вопрос Ну, в год мы выпускаем порядка 700, наверное, 800 платьев Ничего себе Ну, вот и за это время, боже, как-то даже страшно считать Хорошая цифра А в каких странах ваша невеста? Потому что, как пишут модные блогеры Вот недавно прошла неделя моды в Риге, Рига Fashion Week Что тефеле от Кати Шахурина, это ажиотаж Переполненный зал Яблоко негде упасть Да, достать пригласительный Чтобы увидеть то, ради чего невесты в разных странах Из разных стран штурмуют ее бутики У вас и в Лондоне есть магазин Наш только в Лондоне В Лондоне Но продается же в разных странах Продается, да У нас много представителей Но они продают не только Кати Кати бренд Это мультибрендовые магазины И в том числе наш бренд тоже представлен Большинство, как ни странно, в Германии Этих магазинов, как-то для нас это такой был Ну, как-то неочевидный рынок Но они нас полюбили Достаточно большое уже количество В Италии нас любят У нас есть представители в Австрии В Японии Мы с ними уже несколько лет работаем В этом году появилась Южная Корея Китай Ну, это из таких новых совсем направлений Масштабно так Голландия в этом году присоединилась Ну, так потихонечку А первый американский магазин Это я особенно рада Потому что они такие сложные и долгие очень В своих В каком городе? В Техасе В Техасе Город, я сейчас прям так сразу Ну, в среднем получается Вот если так очень приблизительно То где-то два Две свадьбы в день То есть две невесты Где-то в каких-то странах Видите, это так идут к алтарю Такой немножко сезонный момент Потому что у нас получается Ну, вспышки, естественно, это летом Ну, 14 февраля это такой момент Когда все Вот сейчас, кстати, мы столкнулись с тем Что многие невесты ждут 20-й год Почему? Ну, как? Почему? 20-е Две тысячи 20-й год Красиво Я тоже долго не могла понять Почему же они вас ждут? Да-да-да Да, и там, наверное, будет 20-е число Каждого месяца Это тоже В 20-0-0 Мы, дорогие радиослушатели Вот просим вас Сейчас, если у вас будет время Зайти на сайт Микс Ньюз В раздел «Зеленая лампа» Посмотреть На На Нашу девочку На фотографию Нашей девочки Восьмилетней Селины Она Вот Реально похожа На принцессу Вот ей тоже Очень бы подошли Какие-то такие Принцессные Платья Очень красивая Девочка Очень живая Очень милая Но Столько ей Довелось В ее маленькой Восьмилетней жизни Пережить И мы В каждой истории Обсуждаем Здесь в этой студии Какие-то обстоятельства Или моменты Которые Поразили в этой истории Больше всего Вот В истории Восьмилетней Этой девочки Есть Два момента Что Дважды Ей пришлось Пострадать От Невнимательности От халатности Халатности Врачей Это при родах Когда Маме В Бауске Мама в Бауске Попала В Елгав Она попала В Елгавской больнице Из Бауски Ее отвезли В Елгаву В Елгавской больнице Ей сделали Укол Который Тормозит Течение Родов И потом Оказалось Что Это была ошибка Ее повезли В Страдене А в это время Девочка Оказалась Отошли воды И она Оказалась Без защиты Вот этих Околоплодных Вод Потом Врачи Когда разбирались Они сказали Что Скорее всего Это дало Очень Такие Осложнения И причем У мамы Есть два Старших Сына То есть Мама Когда она нам Рассказала Она говорит Я же Рожала В третий раз И я знала Что у меня роды И она Приходила Ломилась В это родильное отделение Своя палата И говорила Что Ну мне плохо Надо что-то делать И говорили Нет Идите И ждите Не может быть Не может быть И как вы сюда зашли Если Надпись на дверях Вы видите Что посторонним Вход воспрещен В общем Вот это Какая-то в голове Не укладывается ситуация И потом Когда Девочку Вытащили Уже Из всех этих Сложностей Инкубаторы Там То что она Девочка 1350 грамм Родилась Инфицирована Сразу И потом Когда она На реабилитации Лежала В больнице В Гайлизер Там Вообще Вопиющий случай Произошел Она просто Лежала В этой вот Люлечке Люлечке Кроватке Что-то вот Рукой И стоял Чайник С кипятком Которого Совершенно Там не должно Было быть И чайник Был Не то что В нарушении Всех правил Техники безопасности Он еще и был С какой-то Треснувшей крышкой И этот кипяток Вылился На полуторагодовалую Девочку То есть И К уже Врожденным Своим Всяческим Болезням И проблемам Вот это Страшная Трагедия И поразил Нас тот факт Что Конечно Ну как Сорок процентов Ожога было И врачи сказали Маме Что и при Двадцати процентов В общем-то Исход Неясен В какую сторону Да То есть Удастся ли Вообще Спасти ребенка Мама была В шоке Папа был В шоке То есть Естественно В тот момент Они не думали Кто виноват Потом Когда девочку Уже Практически Совершенно верно Что мы можем Как-то Включиться В эту историю Потому что Мы приехали Навстречу Мы сидим С мамой И ждем Селиночку В занятии Она ходит Очень быстро С этими роликами Вот на ролике На колесиках Она держится И прямо носит На них А сама не может Стоять Она опирается Руками Но она живая Как ртуть И вот мы сидим Открывается дверь И заходит этот Солнечный ребенок С распахнутыми глазами И она смотрит Говорит Мамочка И несет ей картинку День матери Как раз был И там нарисован Человечек Написано Мама Мама Кристина И вообще Нарисован ей подарок И мама ее обнимает И говорит Мое сердечко И это настолько трогательно Это такая вот Воплощенная любовь Просто вот Нереально Но она поэтому и выжила Что она такая живая И жизнерадостная И она растет Конечно в любви Потому что папа Вынужден работать За границей Чтобы там Как-то обеспечивать На заработки Избауски Они все-всех любят Друг друга Любят ребенок Этот просто Очень любимый Во многих семьях Где нет таких проблем Вот не встретишь Даже такого А это просто Вот такое А это самое главное Самое главное И поэтому Очень хочется ей помочь На нашем сайте MixNewsLV В рубрике «Зеленая лампа» Есть рассказ Очень подробный О Селине И на фейсбуке На страничке «Зеленые лампы» Тоже есть рассказ О Селине С фотографиями Прекрасными Посмотрите Пожалуйста И там есть номер счета Который открыл Банк Ой Который открыл Благотворительный фонд Be Opens Мы с ними сотрудничаем Чудесные люди Там работают Они открыли этот счет Для Селины Специальный Те деньги С этого счета Без никаких процентов Естественно Не берется оттуда Они полностью пойдут На оплату Ортозов Которые специально Для Селины Будут заказаны Чтобы она смогла На ножки вставать И ходить Ортозы Это такие Специальные Как приспособления Как такие Сапожки Сделанные Из специального материала Которые фиксируют До коленки Ножку Чтобы она могла Стоять Держаться Стоять, держаться И начать учиться ходить И с этими ортозами Тогда дети Начинают делать шаги И функция И укрепляется мышц Начинает работать И потихонечку Потихонечку Тогда Дети встают на ноги И идут Мы верим Они обязательно Все получится Вот должно быть Правда Стоимость вопроса 2500 евро Это не такая Катастрофическая сумма Но семье Ее не собрать Телефон 9306384 Евро 42 цента За звоночек Когда собираются Вместе эти звонки Очень быстро Набирается нужная сумма Но более того За Селиночке Нужна реабилитация Постоянно Каждые полгода В связи с этими ожогами И очень много пересадок Кожи у нее было И сейчас ей нужно Постоянно Тоже вот это все Продолжать И на реабилитацию Тоже им нужны будут деньги Поэтому если мы Свыше этой суммы Что-то соберем Оно пойдет Все только для нее Мы ждем Очень вашей помощи Мы знаем Вашу отзывчивость Спасибо всем большое Заранее Напоминаем Что у нас сегодня В гостях Дизайнер Очень известный Катя Шихурина Катя Катя Ее бренд называется Мы говорим О красоте Моде Любви О тенденциях моды Сейчас вот После небольшого перерыва Попросим Катю рассказать Оставайтесь с нами После новостей Мы продолжим Мы продолжаем Программу Зеленая лампа Напоминаем Что сегодня Наша программа Помогает Восьмилетней девочке Селине Чтобы она смогла Встать на ножки И у нее появились Новые артозы Стоимостью 2500 евро Телефон 9306384 Работает всю неделю Для маленькой Селины Из Бауски И стоимость звоночка Евро 42 цента И напоминаем Что в гостях У нас очень известный человек Очень красивый человек Это дизайнер Модельер Катя Шихурина Катя Мы хотим О чем спросить О театре Любите ли вы театр Как принято говорить Что вас связывает С театром Я полюбила театр Потому что Меня связывает С Дайла С театром Вот сейчас В марте вышла Шестая постановка Для которой я сделала Шестая уже Да, шестая Так быстро Время летит Сделала костюмы Это Каренин Ну интерпретация Анны Карениной И наверное Это была та постановка Которую я ждала Больше всего Потому что Это очень моя тема Я Наверное Пересмотрела Перечитала Все что Могла Связано С этим произведением И вот Да Театр Это мое Такое Творческое счастье Катя Это современная Интерпретация Классики Да? Это По Произведению Сигирева Это российский Турк Есть И он написал Именно Каренин Произведение Это Скажем так Вся история Основанная На Романе Льва Толстого Глазами Каренина То есть Это больше Через его призму Его переживания Другой поворот Да Другой более Такой личный Там Нет А какая Анна у вас Какие там платья Как вы ее вообще Рисовали И придумывали Ну Анну Задача стояла Вне времени Но конечно С какими-то отсылками К тому времени Все равно Она у нас яркая Но она на самом деле Разная Она яркая И спокойная И в себе И открытая Разная Разная Сколько платьев у нее? У Анны Мне кажется Шесть Ну хорошо Повезло Анне Скажите А для вас Вот в этом произведении Кто главный герой? Анна Или может быть Ну вы знаете Сережа Сережа? Да Я как-то Когда появился Сережа Когда я попала Уже на эти Главные репетиции В конце Когда мы смотрим Костюмы Декорации И все это Вместе Как играет Живет А Сережа У нас кукла У нас половина Спектакля Это кукла И в некоторых Эпизодах Появляется мальчик И кукла Сделана Совершенно потрясающе В рост Восьмилетнего мальчика Это благодаря Рижскому кукольному театру Они ее и смастерили нам И он живет Абсолютно Абсолютно Каким-то своим Вот этим Всем образом У него Другие движения И сложные Сцены Почему Собственно говоря И кукла Потому что ребенка В таких сценах Ну наверное Не этично использовать Ну не использовать А как бы Задействовать И поэтому эти сцены Как-то да Для меня И мне кажется И для Каренина И для Карениной Этот Сережа Ну вот именно В этой интерпретации Это основной Да Основной А вот у вас награды Есть за театральные Эти костюмы ваши Давайте похвастаемся Ой Я не люблю хвастаться А мы вот по вас попросим Ну наверное Очень важно Как я потом поняла Поскольку это был Мой самый первый спектакль Восемь женщин И я совсем не знала Честно признаю Что такое спел Манюнакт И как это важно Ночница идеи Да Это я первый раз попала На это все Действо И была абсолютно В шоке Поражена Насколько это На высочайшем уровне Все было организовано И я была Номинирована Как художник По костюмам За спектакль Восемь женщин И сколько Сколько костюмов Вот сделали Для восьми женщин А восемь женщин У нас все было очень просто Восемь первое отделение И восемь второе И Резия Калныни Там все были Там и Лилита Озелыня была И Резия была И девочки Лелда Дреймана И Дарта Даневича И там все звезды были А чем театральная мода Отличается от Скажем так Обычной А театр Мне кажется Вне моды Театр Это больше Про персонажа Про костюм Который должен играть То есть он должен Помогать Актеру Ну или Во всяком случае Не мешать Если это задумка Допустим Какая-то художественная То хотя бы Не мешать И вообще Да Нет Наверное Больше помогать Потому что образ Это же очень тоже важно Они иногда просят Даже раньше Одеть костюм И парик Чтобы уже войти В свой образ Прочувствовать его Катя Вот вы нам рассказывали Что Вы придумали Что Вы хотите заниматься Свадебными Нарядами Профессионально Как модельер Через год Вы вышли замуж Да Через год Еще родила Мила Через год Родила дочку Сейчас мы говорили О спектакле Каренин Это все Сцена Из семейной жизни Вот такой вопрос Что Что вы видите Главным В семейной жизни То что Уже после свадьбы Да Прошла свадьба И вот Вы знаете Любовь Это банально Но вообще Я считаю Что в основе Всего Всего Лежит любовь Любовь к ближнему Любовь в семье И дочку Мы воспитываем Через любовь Во всяком случае Стараемся И у нас Как-то так Все на это направлено Ну и понимание И уметь Разговаривать И слышать Мне кажется Что это очень важно А уступать? Ну уступать Да Но это вытекает Уже из разговаривать И слышать Там уже дальше Мне кажется У вас творческая семья Да? Ну получается Да Творческая Муж фотограф Да Ну вот семья Которая мы рассказываем Сегодня Это вот Восьмилетняя девочка Селина Которая живет В Бауске Со своей мамой Кристиной У нее есть Два старших Брата Это Мама решилась На дочку Потому что Вот два мальчика Ей очень хотелось Девочку Да И так сложилось Что на долю Этой восьмилетней девочки Выпали Такие Испытания Это мы вам Еще даже Вот Ну не все Все рассказываем Все подробно Можно прочитать И только Благодаря Конечно Вот какой-то Невероятной Любви Которой Она окружена И она Как катализатор Любви Сработала В этой семье Потому что Там вот Мы встречались С ними А на следующий день У дедушки У них Был Семидесятилетний Юбилей Значит И Селина Готовила Открытку Тоже Для дедушки И специально Папа Должен был На следующий день Прилететь Из здания Куда он уезжает Из этой Бауски На заработки Чтобы тоже Поздравить Этого дедушку И эти старшие Братья Это невероятная Такая семья В которой Эта девочка Сработала Таким вот Каким-то Источником Фонтанирующей Какой-то Любви Можно я добавлю Еще вот момент Который поразил Нас Мы спрашиваем Она такая Селина там бегает По комнате На этих своих роликах К маме прижимается Мы говорим Селина У тебя есть мечта О чем ты мечтаешь Да Она так замялась Засмущалась В маму Ткнулась Ей что-то Ей шепчет Мама говорит Ну скажи И вот ребенок Который не может ходить У которого проблемы Со слухом Очень серьезные И еще куча проблем Нужна реабилитация Каждые полгода Серьезно И она так смотрит На нас своими глазками Говорит Папа Чтобы приехал Папа Скучает Скучает по папе И папа тоже там Очень ждет Постоянно Подарки Говорит Подарки не важны Говорит Ну какие-то подарки Хочешь никакие Папа пусть приедет И вот очень хочется Помочь этой девочке Потому что Действительно там Постоянно нужна помощь Сейчас нужна ортоза Потом нужна реабилитация Еще с этими Косметическими операциями Из-за ожогов Тоже не все закончено Это будет продолжаться Она растет Надо там Периодические пересадки Эти куши Напомню Мы рассказывали Что ожоги Случились По халатности врачей Которые рядом С детской кроваткой В больнице Оставили чайник С кипятком С неисправной Крышкой В голове вообще Не укладывается Даже Еще драматичный Такой момент Почему собственно Девочка родилась Раньше времени И Из-за Врачебной ошибки Она была Инфицирована И получила массу Каких-то Вот этих Проблем Со здоровьем Мама работала Была беременная В тот момент Она работала В Нарвесине Она руководила Двумя магазинами И ночью случилось Ей позвонили В середине ночи 27-28 неделя Беременности была Позвонили Что на магазин Нападение Кто-то разбил Витрину И залез в магазин И ее срочно Вызвали на работу Она ночью Помчалась До утра Там все это Следствие проводилось Полиция Все дела Допросы Протоколы Утром Она Утром Она приехала Утром Она приехала Домой Спать Она уже не могла Потом Она опять поехала В общем Из-за всех этих Стрессов И усталостей У нее начались Роды преждевременно Вот все Так и произошло А когда она попала В больницу Врачи говорили Не может быть Не может быть Тянули Тянули И останавливали Сейчас Вот как сказала Наша гостья Катя Шихурина Вот чуть-чуть раньше То есть Родители Она поддержала Эту мысль Родители Оставили в прошлом Все это Они не хотят На прошлое оглядываться Они хотят Жить сегодняшним днем И делать для своего ребенка Все что можно И мы можем в этом помочь То есть мы можем сейчас Действительно помочь Этой девочке Даже просто сделав звоночек Телефон наш 9300-6384 Евро 42 цента За звонок В помощь Восьмилетней Маленькой девочке Селине Скудри Катя Скажите пожалуйста Вы как модельер Участвуйте в каких-то Благотворительных Программах Инициативах Да мы стараемся Всегда когда Поступают предложения Как в Латвии Вот мы поддерживали Идею гаражных Распродаж И я как Вообще потребитель Тоже поддерживала С другой стороны Покупая Какие-то вещи На таких мероприятиях А в Англии Мы участвовали В очень таком Интересном проекте Он называется Brights the Good То есть невесты Творят добро Это бренды Дают Ну определенные Там или из прошлых Коллекций Платье Или ну какие-то Просто Просто платья На продажу А женщины Покупая это платье Помогают Благотворительному фонду Который останавливает На самом деле Мы не задумываемся Но в некоторых странах До сих пор Существует Вот эта История Принудительных браков В очень раннем возрасте И вот эти деньги То есть невесты Своей покупкой Поддерживают Выходя замуж Да, выходя замуж И покупая платье Помогают этому фонду Который поддерживает Девочек И борется От этих ранних Принудительных браков Я честно говоря Даже вот пока Мы не начали участвовать Во всей этой истории Я даже не задумывалась Потому что мы как-то Не сталкиваемся с этим Кать, а вот Ваши работы Вашу эту красоту Которую Я даже не могу сказать Делать А творить Наверное Это правда Очень красиво Называют Самыми женственными Коллекциями Вообще Да, вы латвийский дизайнер Вы вот производите Эту женственность А сейчас Женственность В нашем Довольно жестоком мире Она не устарела Как вот Где ее место Как вы видите это Ой, знаете Я один раз Услышала Такую фразу Как-то она мне На всю жизнь Запомнилась Кто-то сказал Твоя сила В твоей слабости И, наверное, это Вот Очень хорошо Иллюстрирует Эту тему Женственности Мне кажется, что Женщине все равно Нужно оставаться Женщиной Несмотря ни на что Несмотря ни на что Да Я это всячески поддерживаю Ну, вы сама Такая, наверное Расскажите про вашу дочку Как вы ее воспитываете Ой, дочка У нас такая Девочка Девочка Ну, воспитывать мы стараемся Ее У нее есть рамки Но в этих рамках Она Свободно Да, может функционировать Она очень независимая И Такая у нас дама С характером И на самом деле Она нас тоже, наверное Очень много воспитывает И как-то Мы вместе с ней Растем Как вы меняетесь Растем и учимся Ну, вот мы говорили о том Что надо слушать И как-то уступать Вот это тоже Приходится как-то По-другому Смотреть на вещи И идти на уступки И вообще понимать На самом деле Сейчас ей почти шесть И я прям чувствую Что она абсолютно Отдельная личность И она имеет право На свое мнение И мы прислушиваемся к нему А как она к вашим Работам относится К платьям К свадебным Например Вы знаете Это тоже интересно Потому что я Абсолютно не хотела Это культивировать Ну, до определенного возраста Ну, мы как-то Не хотели давить И если мама делает платье То значит Это только твой путь Ну, мы решили Пускай она пока развивается В таком В своем В своем В каком-то мире И не знает об этом И потом В какой-то момент Она мне сказала Что-то Вот, мама Ты опять сделала Невесте платье А мне не делаешь То есть, ну, видите Получается, дети Они же все слышат Она слышит О чем мы разговариваем И даже если мы Специально об этом Не рассказываем То она это Все равно все понимает Да, но сейчас У нее новая радость Это она приходит После садика Ко мне на работу И вот на манекене Ей мои девочки Команды дают Манекен Какие-то тряпочки И она творит Кстати, хорошо получается Нет идеи сделать Какую-то детскую линию Для девочек Ой, знаете, нет Это такая сложная работа И там и размеры И быстро они растут Как-то нет Но если у нас просят Бывали такие случаи Когда невеста Очень просит Для доченьки Тогда, конечно, делаем Но так как Отдельную линию Пока нет Катя, вы рассказывали Про Анну Каренину Что вы создавали Образ для театра Дайлос А какие, скажем Женские образы Или исторические Или, может быть Литературные Какие-то героини Вас вдохновляют Ну, моя такая Любимая тема Которую я люблю Возвращаться Это Это Ой, потеряла идею Марион Тонетта Все, нашла Да, серьезно? А то она у меня стояла Перед глазами Марион Тонетта Да, Марион Тонетта Мне как-то Очень эта тема интересна Потому что вы в Париже учились Ну, может быть Не знаю Наверное, может быть Поэтому Ну, мне кажется Она вообще была Одной из первых Законодательниц моды И именно Даже не моды А именно стиля Какого-то своего Личного Такого Интерпретации А вот еще Была такая героиня Герцогиня Виндзорская Которая Олли Симпсон Знаменитая Это тоже Вас коллекция Да, да, да Коллекция Я как-то так вдохновилась Мне нравится Пересматривать Эти старые фотографии И да И меня как-то так Она прям даже на создание Целой коллекции Вдохновила Кать, а в какой Исторической эпохе Вы себя вот видите Например Какая вам ближе Ну вообще Я себя хорошо ощущаю Там, где я есть Да, сейчас Это отлично Но мне было бы Наверное Очень интересно Вот начало 20-го века Меня прям Это привлекает До 20-х годов Когда все очень Развивалось И стили Да, я бы вот Прям хотела оказаться А вот В ваших нарядах Ходят знаменитости Рад Ну мало того Что невесты Уже не только европейские Но уже Говорим о Южной Корее И Японии Выходят замуж В ваших платьях Это же можно гордиться Латвийский дизайнер Вот так Развернулся в мире Но и Ким Кардашьян Например В вашем платье А кто еще Расскажите Как вот так получилось У нас были И Мелани Си была И Нелли Фортада Были Вот они на концертах Выступали В наших нарядах Большое количество Вот сейчас за последний год Было английских Телезвезд Ну я их к своему стыду Не все их знаю Но они очень известны Это ваш магазин в Лондоне Да? Ну у нас есть пиар-агентство В Лондоне С которыми мы работаем Уже не первый год И вот Ну это да Благодаря им И нашим нарядам И все вместе Да То есть на британском телевидении Можно видеть Ваши платья Да Но из таких последних Моих радостей Мы совершенно даже не знали Кто этот человек Когда она у нас приобрела платье Совершенно просто Как клиент в Лондоне Это Хеленда Югославим Мы еще подумали Такая фамилия интересная А она оказалась Внучкой последнего короля Италии Ох ты Да Вот так Очень интересно У нее была Практически принцесса Да Такая красивая свадьба В Париже В нашем платье Здорово Это правда здорово Поздравляем вас Особенно здорово Когда мы Совершенно случайно Узнали Просто интересная фамилия Загуглили А оказалось Что это Совсем такая Интересная клиентка Это очень приятно Ну и наша программа Потихонечку подходит к концу И мы еще раз напоминаем Что вместе с модельером Катей Шихуриной Мы на этой неделе Помогаем Восьмилетней девочке Селине Из Вауске Инна красивая Очень красивая А мама в честь Селиндиона Да Да Девочка удивительно красивая Красивая Живая Обаятельная Очень перестрадавшая В своей Восемь лет Ну будем надеяться Что дальше будет только лучше Тенденция к улучшению Однозначно И конечно Мама Мама Которая вот Это проект Да Мама героиня Это сложный проект Когда вот этого больного Ребенка нужно вытягивать И потихонечку Как-то ставить на ножки Вот И почему Опять возникают Эти артозы То есть артозы Это специальные такие Приспособления Которые помогают Ребенку встать на ноги Держать равновесие И фиксировать мышцы Стоимость 2500 евро На обе ножки Государство компенсирует По 120 евро На одну ножку То есть вот он 240 А надо 2500 Чтобы селена ходила И это недорогие артозы Потому что бывают Более сложные конструкции Которые нужно Поиндивидуально ехать И на примерке В Германию А здесь нашли Наших местных Местного Доктора Который вместе с ортопедами Каким-то образом Для девочки Готов сделать эту конструкцию Потому что то Что компенсирует государство Это вот Каждый раз Когда мы Приходим в семью С ребенком Которому нужна артоза Там и детские слезы И мамины слезы Потому что то Что почему-то делают У нас в Латвии Это какой-то Испанский сапог Два куска пластика Которые натирают Ребенку Ногу Буквально до крови Это слезы Приходится искать Другие варианты Истерики И поэтому родители Вот просят помощи На оплату Нормальных Каких-то Артозов В которые Просто у ребенка Не будет болеть нога Благотворительный фонд Би Олпен С которым мы сотрудничаем Вместе Готовим программу Открыл счет Для 8-летней Селины Полностью Все деньги С этого счета Пойдут В помощь девочке И Наш телефон 9300 6384 Работает Тоже для Селины Всю неделю Напоминаем Что с нами Вместе Включала Зеленую лампу Сегодня Катя Шихурина Знаменитый Наш дизайнер Мы сейчас Вот даем ей слово Чтобы сказать Что-то очень важное Про любовь Про весну Про моду Ой Я бы хотела Все-таки Про Селину Закончить И попросить Всех слушателей Попросить Просто Просто помочь Просто остановиться Задуматься И И понять Что Каждый маленький вклад Это Билет В счастливую жизнь Для маленькой девочки А для себя самого Разве не Тоже же Для себя самого Это Тут уже так приятно Да Давайте все вместе Поможем Селине встать на ножки И Пойти дальше Во взрослую жизнь Спасибо вам огромное Катя Мы вам желаем Успеха И дальше покорять мир И чтобы ваше платье Вот просто Украшать И украшать Этот мир Спасибо Спасибо вам Всего хорошего Спасибо До встречи Через неделю